Итак, что нужно было сделать? А, просто коррекцию плана, отлично. Так, ну, давайте проанализируем. Значит, тетка, очевидно, манжетная какая-то, очень, будем называть ее красноватой, хотя, опять же, она не чисто ведь красная, она не такая, она не теплокрасная, она холодно-красная, как бы, это можно так сказать. То есть, маджента, она больше ведь содержит еще такой красный с элементами синего, да? Поэтому, ну, я могу оценить это по картинке, но хорошо бы подстраховывать себя еще и показаниями векторскопа в этом отношении. Я вижу, что да, есть проблема, цвета смещены действительно в сторону мадженты. Да, то есть, обычно в стандартном изображении, если мы, даже не стандартном, нет стандартных изображений. Но, если мы будем говорить про среднестатистическую картинку, такой, знаете, средней температуры по больнице, то, в принципе, они будут пересекать вот этот вот центр марк, такой перекрестие. Хоть как-то, ну, потому что в изображении чаще всего присутствовать будут зеленые тона, синие, красные, сербурмалиновые, какие угодно. Ну, то есть, тоновый диапазон будет затрагиваться весь, поэтому вот картина будет вот такая, во все стороны. А здесь она явно присутствует, но само созвездие вот такой вот пикселей сдвинуто, оно не пересекает центр. При этом, судя по всему, что вообще ничего не достает до центра, скорее всего, эта задача можно было бы проще исправить апсетом, потому что, скорее всего, заплыв в сторону мадженты существует во всех диапазонах. Ну, это, кстати, видно и на полосах. У нас здесь чисто, а, ну, вот на зубах такой тоже налетик присутствует, и на коже. То есть, три диапазона. Черные, средние и светлые тона. Соответственно, в данном задании мы еще не используем маски, поскольку это второй урок. Соответственно, так, конечно, можно было бы сделать первичную коррекцию, а потом исправить ее маской, но мы ограничимся только первичной коррекцией. Соответственно, я потяну его в сторону от мадженты. В закладке overall одновременно убираю чуть-чуть. То есть, смотрите, если я попытаюсь вообще расположить ее, вот, строго отталкиваясь только от положения прибора, то желаемого результата я все равно не достигну, потому что, ну, чуть-чуть теплинки у тетки в лице оставить можно, лишь бы, может быть, даже вот так. Лишь бы не зеленинки и не сининки, скажем так. Вот, но, однако, например, все-таки, ну, вот какая-то такая синевца в волосах еще присутствует и отливает. Соответственно, ну, тут помимо того, что тут отдельно выстреливают футболочкой, и я вижу показания именно футболки, все-таки хотелось бы убрать или, может быть, делать тени или отдельно воздействовать только на тени и получить все темные объекты, может быть, ну, собственно, нейтральными. Вот тут вот есть хитрость. Значит, это просто баланс. Кстати говоря, несмотря на то, что вот здесь яркостью все нормально, то есть черные на нуле, есть светлые объекты, и на контраст, в общем-то, влиять не нужно. Поскольку все-таки хочется добавить что-то своего всегда, то я добавил бы еще один слой. А, сначала закончу с балансом, но хотелось бы еще уплотнить тени, еще чуть-чуть их сделать более темненькими. Но вторым слоем я shadows the saturation. То есть перейду обратно на новом слое в тени, и как раз только в тенях попробую снизить saturation. Причем, если посмотреть, что мне это дает, воздействие на, видно, чуть-чуть смещается на векроскопе, видно, с волосами они становятся менее такими вот, с отливом. Опять же, может быть, знаете, как это такая метафора из синий-черный цвет, может быть. Можно даже еще чуть-чуть придавить. Но, все-таки, как сказать, насыщенные волосы, они не должны быть сероватыми. То есть мне нужно еще их уплотнить чуть-чуть. Поэтому я добавлю еще один слой. И также в тенях, а с этом, буду опускаться вниз, чтобы уплотнять нижнюю часть диапазона. Нет, в принципе, Антон, можно это в отдельных слоях делать. Но, если, допустим, вы работаете с клиентом, то клиент может сказать, «Ммм, слушайте, вот уплотнение хорошо, а цвет теней давайте вернем, как было». Как говорится, а вот можно другой, но такой же, но с перламутровыми пуговицами. И вот для того, чтобы иметь большую вариативность, в данном случае я разношу их по разным слоям, чтобы в любой момент иметь возможность что-то отключить. Однако, когда я сейчас начал пускать апсет, я вижу, что у меня заваливается нижняя часть волос. В принципе, и не страшно, там потеря детализации не так важна. Но, может быть, все-таки это попробую сделать еще раз не апсетом, а гаммы в тенях. Что мне это дает? Вот особенно на беловой форме видно. Картинка плотнеет, но при этом детализация до последнего в тенях остается. Добавляется вроде такой визуальный контраст, а при этом лицо мы фактически не затрагиваем. Если посмотреть отдельно этот слой, все вокруг уплотнилось. А за счет того, что мы в низах добавили, лицо практически не меняется. Ну и общая коррекция была-стала. Ну, понятие естественное и неестественное, знаете, это тоже у каждого свое. Ей нравится. Так, вот это то, что хотелось получить на втором занятии. В принципе, тут прям вот так и хочется добавить еще какую-нибудь отдельную масочку, чтобы ее от фона чуть-чуть отбить. Но на втором занятии мы как бы масок еще не знали. Надежда, вижу ваш вопрос по третьему. Друзья, вопрос, исключающие маски можно в сфере как-то делать. Например, нужно выразить руку женщины, которая слева от футболки женщины, которая справа. Увы, нет. Даже не столько исключающие маски, сколько вообще никакие. Точнее, может быть, только одна маска на слое. Поэтому ей как бы нечего исключать, кроме самой себя. К сожалению, опять же. Так, предложенным поп-опом перекрасьте кофточку у женщины справа. У женщины справа. Чудненько добавляем секондри. Посмотрим, что удается вытянуть. Отлично. Я думаю, что вы обнаружили мой подарочек. В этом случае у тетки оставалась дырка на животе. Ну, речь идет о том, что две маски, а мы знаем, что в спидгрейде маской называется векторная маска. А растровая маска, в спидгрейде будет называться квалифайер. Вот о чем речь. Поэтому две маски или две векторные маски в спидгрейде на слой повесить не получится. Отлично. Пытаюсь расширять зону максимально. Причем, то же самое, как в случае с тарелкой с фруктами. В прошлый раз необязательно париться насчет захватывающихся соседних зон, соседних предметов, как, например, соседней тетки. Так, интересно, пипетка плюс мне не решит задачу? Нет, не решит. Отлично, решила. Все. То, что зацепилась вторая тетка и фиг с ней, потому что я спокойно отрежу ее маской. Единственное, что попробую максимально добиться плотных краешков здесь у тетки. Так. Так. Да. Так. Так, отлично. Все, ну и остальное ограничиваю просто маской. Приборы в данном случае, когда я нахожусь в черно-белом режиме, они мне максимум показывают яркость и прочее. Единственное, что если я переключусь в, даже не помню, hotkey, в color gray, вот тут они мне могут помочь, показывая, что у меня выделяется. Какие цвета. И меня в основном интересует этот вектор, он что-то цепляет этот. Но вот этот красный вектор потребовался мне только ради контура и ради этой штуки. Так, плохой контур, кстати говоря, получается. Продолжение следует... Продолжение следует... По счастью, тетка сидит и никуда не движется, поэтому, в принципе, этого будет достаточно. С небольшими краями вокруг. На всякий случай, если он все-таки будет дергаться и крутить головой, но вот в такой конфигурации она вроде уже никуда не денется. Опять же, под рукой кофта, да, технически, но кофта достаточно затененная, поэтому, по факту, это уже другой цвет, поэтому, если он не так сильно будет перекрашиваться, и фикс с ним. Можно попробовать еще выделить, но, в принципе, этого бывает достаточно. Дальше, поскольку тетка, сама кофта у меня где-то в средних тонах, начну с гаммы. Так, и масочку, чтобы брючки не перекрашивались. Может быть, офсетом, если нужно, чтобы еще его тут на светлые и на теневые части воздействовать. Все. А, кусок футболки, да, вижу, 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 ну ладно, что же делать. Тогда вот тут надо будет аккуратненько изырнуть. Вот, как-то так. Хотя лучше, во всяком случае, всю масочку фиксировать, а греха подальше. Я думаю, что это настолько простая штукенция, что вы и сами разобрались. А, у меня уже был primary слой. Тогда этот задействую как primary. Поскольку тут к вопросу виньетки можно подходить по-разному, у кого-то в кумирах являются топгировские виньетки, которые настолько затеняют там на общем плане небо, например, что иногда там машина едет, а небо аж космически черное. Вот, поэтому тут уже разный подход. Я считаю все-таки виньетку инструментом акцентирования внимания. Ну, то, что я считаю. Взял так под себя, подмял быстренько. Нет. Не только я считаю. Собственно, виньетка это инструмент, который привлекает внимание к какой-то части изображения. В основном. Поэтому в данном случае обычно, если у нас нет задачи акцентироваться на чем-то конкретном, то можно акцентировать внимание на собеседниках, а главной частью любых людей является их голова при общении. Поэтому вот такой акцент туда, на голову. Вот и все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!